Эти вот стрелки, еще когда выборы проходили, делали, куда идти, куда бежать. Вот, вот, они, говорят, делали. Да где и не делали? Вот. Жители дома уверяют, в подъезде ремонта не было почти 20 лет. Ситуацию усугубил произошедший два года назад пожар. Пролет между первым и вторым этажами до сих пор покрыт следами сажи. В инспекцию писали, в администрацию писали, в управляющую компанию несколько раз вот обращались. Они пишут, у вас долг, у вас долг. Грибок начинается, все это с первого этажа, как все вываливается, штукатурка вся обвалилась. Ну, как бомжатник последний. Ну, мы хотим хорошо жить. Разбитые окна в бийских подъездах сегодня редкость, но не здесь. Управляющие компании нам сообщили, что стекла выбивают периодически, причем сами жители. Сами жителей пожар в собственной квартире устроили. Долг дома перед управляющей компанией – 1 миллион рублей. Из них около 300 тысяч приходится на второй подъезд. Со своей стороны управляющая компания регулярно проводит мероприятия по взысканию задолженности, передает в подразделения судебных приставов исполнителей, но процент взыскания очень-очень низкий. Стоит отметить, что в данном доме большинство квартир сдаются собственниками в наем. Денежные средства от сдачи собственниками в наем получают собственники, но оплату за услуги управляющей компании не производят. Среди потока претензий жителей прозвучала вполне здравая мысль – скинуться и сделать самим, но сразу стало ясно, кто готов на такой шаг, а кто нет. Тут вообще квартирантов половина, по сути. Они приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Ну ладно, суть-то не в этом. А окна эти пластиковые поставить не проблема. Просто собрали деньги. Заказали сами. Приехали люди, поставили. Это делов неделя. Мы собрали с нас деньги. Конечно. До сейчас, ага. В доме вот уже несколько лет не работает совет собственников. Нет домкома. Вроде бы все заодно, но при этом каждый за себя. Это видно даже по коридорам на этажах. Слева разруха, справа свежевыкрашенный тамбур, подобранные провода, чистый, не заплеванный пол. Ранее уже собственникам давались пояснения о том, что текущий ремонт, в том числе и ремонт в подъезде, должен проводиться на основании решения общего собрания собственников. То есть, собственникам необходимо организоваться, провести общее собрание с соблюдением всех норм жилищного кодекса. Не только это должна исходить из инициативы от второго подъезда. Компромисс между жителями и управляющей компанией все-таки возможен. Если жители сменят эмоции на реальные действия, для начала проведут общее собрание дома, где не только решат, что хотят отремонтировать в первую очередь, но и грамотно это оформят. Кроме того, придется учесть и финансовую составляющую накопительной части дома. И раз жители готовы вложиться в ремонт, это тоже надо будет внести в протокол. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни.